Приветствую вас, братья и сестры. Сегодня я хотел бы обратить наше внимание на слова Моисея, человека Божия, который сказал их, скорее всего, в своей старости. Потому что к концу своей жизни человек сознает, что далеко не всегда и не все он сделал в своей жизни правильно. Не сделал то, что мог сделать, не сделал то, что должен был сделать. Не всегда в своей жизни он поступил правильно, потому что спустя десятилетия он вспоминает эти моменты и говорит о том, что нужно было поступить по-другому. И смотря на прожитую жизнь, человек говорит, вот если бы начать все сначала, я бы жил по-другому. Но, увы, у человека всего лишь одна жизнь. И так как он прожил сегодняшний день, где был, что видел, что говорил, этого уже не вернешь, это прошлое. Что можно изменить, это будущее, если Бог даст еще свою милость. Место, которое мы будем с вами сегодня читать, это Псалом 89, 12 стих. «Научи нас так, счисля дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Это слова Моисея, который видел жизнь израильского народа. Народа, который вышел из Египта и прожил следующие два года так, что в наказание получил 40 лет в никуда. Народ, от которого Бог забрал свою милость и наказал за неправильно прожитое время. Молодые люди вышли из Египта. Кто-то со своими семьями, у кого-то из них еще не было семьи. Они думали, что все еще впереди. Жизнь только начинается, открываются новые возможности. Они больше не рабы, а свободные люди. Значит, они могут делать все, что пожелает их душа. Они могут делать, что хотят, говорить, что хотят и кому хотят, не задумываясь, для какой цели Бог их вывел из Египта. И это неправильно прожитое время, неправильные поступки, неправильные слова привели их к тому, что каждый из них от 20 лет и выше ходил кругами по пустыне, зная, что они оттуда никогда не выйдут. Они никогда не войдут в обитованную землю, но умрут в пустыне. Наверное, ни один человек в своей жизни не был на стольких похоронах, наскольких был Моисей. И смотря на все это, Моисей обращается к Богу и просит о том, чтобы Бог научил нас счислять дни наши так, чтобы мы приобрели сердце мудрое. Он просит о том, чтобы Бог научил нас ценить временем, жить так, как будто мы живем последний день нашей жизни. Думать о том, что мы делаем, что мы говорим, где мы находимся. Жить так, чтобы дни наши на этой земле были прожиты правильно при лицом Господнем. Человек всегда хотел жить для себя. Это творение, которое всегда крутится вокруг своего «я», которое думает только о себе, которое переживает только за себя и как сделать так, чтобы ему было хорошо. И это было, правда, человек и не только во времена Моисея, но также и в наше время. Однако, получив новую природу в момент возрождения, человек становится новым творением. Творением, которое уже не крутится вокруг своего «я», но которое старается и желает все сделать для славы своего Бога. Это творение, которое тянется к своему Творцу и к общению с такими же людьми, как и Он. Для того, чтобы воздавать славу тому, кто дал эту новую жизнь. Желая прожить каждый день своей жизни для славы своего Творца. желая прославить Его словом или делом. Но почему-то сегодня большое количество людей, называя себя христианами, то есть последователями Христа, не тянутся ни ко Христу, ни к Его учению, ни к общению с другими христианами. В воскресный день, когда происходит служение в церкви, некоторых христиан можно встретить где угодно, но не в церкви. Если посмотреть на историю христианства в Советском Союзе, то вы все, наверное, можете вспомнить, что в воскресный день христиане были в церкви. Если праздник 9 мая выпадал на воскресенье, то на параде вы христиан не встретите. Они были в церкви. Если праздник Конституции с СССР выпадал на воскресенье, христиане все равно были в церкви. Была четкая граница между христианством и миром. И этим, в принципе, христианство визуально отделялось от мира. Сегодня все слилось в серую массу, когда христиане не посещают церковь для того, чтобы отметить какой-то государственный праздник. И эта подмена приоритетов приводит к проблемам в церкви. Когда отодвигается главное для того, чтобы можно было сделать второстепенное. Для того, чтобы можно было вместе с семьей, с друзьями отдохнуть, провести время. А на вопрос, почему вас не было в церкви, ответить, мы были на природе, созерцали красоту Божьего творения, как Он прекрасно все сотворил, как чудесно Его творение. И Его творение действительно чудесно, но созерцание творения не освещает человека. Библия говорит о двух откровениях Бога человеку. Это особое откровение и общее откровение. Общее откровение говорит через природу о том, что у нее есть Творец. И смотря на это общее откровение, человек приходит к пониманию того, что есть Бог. И понимая то, что есть Бог всего творения, которое Он созерцает, это понимание должно приводить человека к тому, чтобы он искал этого Творца. Псалом 18, с второго стиха. Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь. День дню передает речи, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, и нет наречия, где бы не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил их в жилище солнцу, и он выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще, от края небес исхода его, и шествия его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. О том же говорит апостол Павел в 1-м послании к Кремленам, 1-я глава, в послании к Кремленам, 1-я глава, 19-20-й стихи. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Один из современных переводов этого текста намного четче отражает предназначение общего откровения. «Ибо все, что возможно людям знать о Боге, представлено им явно, сам Бог сделал это для них очевидным, так что незримая в нем, вечная сила его и божественность от сотворения мира были ясно видимы разуму во всем созданном им. Не снимается потому с тех людей их вина». Апостол Павел хочет показать своему читателю, что общие откровения могут только осудить человека, потому что видя творение, человек должен понимать, что у этого творения есть творец. Когда человек смотрит на творение и говорит о том, что творца нету, но само творение говорит о творце, оно осуждает человека, который не признает существование творца. Общее откровение доступно всем. Оно говорит о Боге, о его существовании, но оно не говорит о человеке. Второе – это особое откровение, это Библия. Богудухновенное и безошибочное Слово Божье, единственный, авторитетный источник, благодаря которому мы можем знать абсолютную истину. Особое откровение – это то, что Бог открыл человеку о Боге и о человеке. Послание к евреям. Первая глава, первые три стиха. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отца в пророках. И в последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сиянием славы и образ, и постася его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесну и престола величия на высоте. На протяжении всей истории человечества Бог говорил к людям сначала через пророков, потом через Сына, потом через апостолов. И нам с вами Он оставил свое слово – Библию, читая которую мы будем похожи на Него, если будем соблюдать то, что в ней написано, и будем жить ею. Именно об этом апостол Павел говорит юному Тимофею во втором послании Тимофею, третья глава, 14 по 17 стихи. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, веру во Христа Иисуса. Все писание Бога духовно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен». Однако непонятно, почему так много христиан, которые говорят о том, что знают Христа, то есть имеют особое откровение от Него, познали Его через слышание Слова Его, через Писание, готовы поменять Его на общее откровение, которое осуждает человека, не признающего Творца. Они не бегут к особому откровению о Христе, о котором проповедуются в церкви, но бегут к общему откровению к тому, что сотворил Творец. Но общее откровение не освящает и не преображает христианина в образ Христов. В принципе, нет ничего плохого в том, что христианин созерцает красоту Божьего Творения. Но если он ее созерцает во время того, как в церкви происходит благослужение, это неправильно. Я однажды слышал следующее выражение. «Никогда не делай того, что бы ты побоялся сделать, если бы ты знал, что это последний час твоей жизни». Если бы мы знали последний час нашей жизни, навряд ли бы кто-то нас встретил в парке или в походе по горам. Скорее всего, последний час нашей жизни мы хотели бы провести в церкви или, по крайней мере, читая Библию. Наша проблема в том, что мы не знаем, когда наступит нас последний час. Бог нам этого не открыл. Бог дал каждому человеку определенный промежуток времени, который называется жизнь. Кому-то минуты, кому-то часы, кому-то дни, кому-то годы, а кому-то десятилетия. Вся наша жизнь в его руках. Он определяет, когда нам родиться и когда нам умереть. И это очень хорошо понимал Иев. Вот что он говорит в 14 главе 15 стихом. «Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет». Человек и минуты больше не проживет, чем то, что определено ему от Творца. Поэтому, понимая скоротечность наших дней и наше неумение распоряжаться временем, Моисей обращается к Богу со следующими словами. 89-й Псалом со 2-го стиха. «Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную от века и до века, Ты Бог. Ты, возвращаясь человека в тление, и говоришь, «Возвратите, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел и как стража в ночи, Ты как наводнением уносишь их, а не как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дни лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора из них – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так, счислят дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Человек не во власти времени, которое ему отпустил Творец. Но имея особое откровение о том, что Христос сделал для моего спасения, я должен искать того, чтобы каждый день в своей жизни жить для славы моего Спасителя, который дал мне эту новую жизнь. Словом или делом я должен стремиться к тому, чтобы мой Бог был прославлен. В доме одного христианина висела следующая надпись, которая говорила ему о том, как он должен прожить свою жизнь. И вот что она говорила. «Только одна жизнь, которая скоро закончится, только то, что было сделано для Христа, сохранится». Дай нам Бог правильно исчислять наши дни, чтобы нам иметь сердце мудрое, чтобы каждый день нашей жизни прожить правильно перед нашим Творцом, чтобы не жалеть о напрасно прожитых днях, которые не прославили нашего Бога, которые не приблизили нас ко Христу и которые не преобразили нас в образ Христов. Обманывается тот человек, который думает, что у него еще все впереди, что он еще успеет. Время не в нашей власти, во власти нашего Творца. И, может быть, Бог не заберет жизни, как не забрал у израильского народа. Но 40 лет ходить по пустыне кругами под Божьим гневом было намного хуже, чем умереть сразу. Кто-то больше, а кто-то меньше, но годами они ходили по пустыне, зная о том, что они оттуда никогда не выйдут. Подсознательно это сводило их с ума. Выйти из Египта, стать свободными людьми и умереть в пустыне, так и не войдя в обетованную землю, потому что не умели исчислять правильно дни. Неправильно ходили перед Богом. У нас с вами есть особое откровение, которое Он нам оставил. чтобы, читая Его и видя те примеры, которые там оставлены для нас, мы не повторяли тех ошибок, которые делали люди, жившие до нас. Христос учредил Церковь для нашего блага. Это место, где мы учимся Его Слову, это место, где мы прославляем Его, это место, где мы имеем общение с такими же христианами, как и мы. И для христианина, который стремится в небеса, это очень важно. Ему за все слава. Аминь. Давайте помолимся.